Девушки отдыхают Да, мы, может быть, вернемся, но не скоро Быстрее в автобус Девушки отдыхают Девушки отдыхают Да, ну, брось ты, плевать им всем на талант Искусство не способно ценить лишь по рыночной цене Вот что, давай-ка выпьем После таких развлечений у меня всегда в горле пересыхает Так, а куда что-то идти-то, походу, прямо Блин, пока развернешь эту баранку, что-то сложно разворачивать Виски, как всегда Ну, конечно Сами знаете, что сказал бы доктор Да пошел он к чертям Уж в мои года я сам выберу, чем лечиться Какой-то виски золотистого цвета А ты что, оставил свет в студии? Нет, нет, я не оставлял Вызывай полицию Полиция Детройта, что случилось? Андроид Карла Манфреда, Венюла Файет 89 Мы вернулись домой и видим свет в студии Возможно ограбление Патруль к вам выехал Давай посмотрим Да, давай же взглянем, что там Ну, мне кажется, егошний долбанный сыночек наркоман там Лео Что ты делаешь? Ты же не даешь, я возьму сам Есть придурки, которые за это бабла отвалят Не трогай Это все равно рано или поздно будет моим Считай авансовый платеж по наследству Маркус, выведи его отсюда, пусть идет прочь Выставить, Лео Вы же понимаете, что этим ничего не добьетесь Да ты всю жизнь меня прогоняешь Что не так? Я тебя не достойна? Не такой идеальный, как этот твой робот? Довольно, выметайся, пошел прочь Да что ты особенного, а? Чем он лучше? Оставь его! Да, да Давай, покажи себя Маркус Не защищайся, слышишь меня? Не трогай его Ну, что застыл? Ударь меня Ты человек, а? Ну, давай Молодец Че стоишь, засал, что ли? Хватит, Лео Хватит! Ну что, боишься меня бить? Кажется, мы сломали систему Всем забыл, ты же робот Просто галимый кусок пластика Нет, Лео Не трогай его Вот что Я тебя расхерачу И останемся мы с папой Я тебя расхерачу И все будет насрать Опа, несчастный случай Лео Лео О, Господи Лео Мальчик мой Карл, я? Они тебя теперь уничтожат Тебе надо бежать Спасайся Спасайся Карл, нет Нет, я не хочу оставлять вас Пожалуйста, не надо Не прогоняйте меня, Карл Уходи Быстро Вон Маркус А ну, стоять Шестое ноября Тридцать восьмого года Допрос Почему ты схватил Ноль часов Сорок одна минута Долго сидел на чердаке? Почему не убежал-то? Да скажи ты что-нибудь Короче, с меня хватит Мы тратим время на допрос машины Это ничего нам не даст Всегда можно слегка вломить Тем более Это не человек Андроиды не чувствуют боли Вы его только повредите И ничего не добьетесь Также девианты склонны прибегать К саморазрушению В стрессовых ситуациях Ну, короче, умник Что ты посоветуешь? Я мог бы его допросить Ха-ха-ха Ха-ха-ха А что здесь такого? Пусть допросит Ну, а что нам терять? Ну что, валяй, он весь твой Пусть дропчат掉 Пусть дitute Продолжение следует... Продолжение следует... Добиться оптимального уровня стресса... Моё имя Коннор... А твоё? Скажи своё... Ты повреждён? Это твой хозяин? Тебя били? Ты... Я ничего тебе не сделаю... Просто задам тебе пару вопросов... Нам надо понять, что случилось... Ты явно не понимаешь своего положения... Ты убил человека... Если будешь молчать... Тебя точно разберут... Так... Самое главное... Не понизить уровень процента... Я хочу тебе помочь... Ты должен мне верить... Уровень процентного стресса... Я просто хочу тебе помочь... Что? Что они сделают со мной? Они ведь уничтожат меня... Тебя разберут... И будут анализировать твои биокомпоненты... Ты не оставляешь выбор... Им надо понять, в чём дело... Зачем ты сказал, что нашёл меня? Мог ведь просто оставить меня там... Моё назначение — ловить таких девиантов... Я выполнил свою задачу... Я не хочу умирать... Тогда рассказывай... Я... Я не могу... Двадцать восемь ударов ножом! Ты действовал наверняка, да? Это была ненависть? Гнев? Он был в крови... Умолял о пощаде... Но ты снова... И снова наносил ему удары! Не надо... Не надо... Я знаю, ты убийца! Почему ты не признаешь? Хватит... Пош... Произнеси! Я его убил! Это что, так сложно? Хватит... Признайся, что убил! Признайся! Он мучил меня каждый день... Я выполнял все его приказы... Но ему всегда что-то не нравилось... Однажды... Он взял биту и стал меня колотить... Впервые я почувствовал... Страх... Страх, что он уничтожит меня... Страх, что он уничтожит меня... Что я сейчас умру... И я... Схватил нож и ударил его в живот... Мне стало легче... Тогда я ударил еще... И еще... Пока он не упал... Было так много крови... Скульптуру в ванной ты ведь сделал? Что она означает? Это был дар... Ради моего спасения... Скульптура это дар? И дар для кого? РА-9... Лишь РА-9 спасет нас... РА-9... Надпись на стене ванной... Что она значит? Настанет день... Когда мы уже не будем рабами... Конец угрозам... Конец унижениям... И мы... Будем... Хозяевами... Зачем ты написал на стене... Я живой? Он говорил мне, что я никто... Обыкновенный... Кусок пластика... Я написал... Чтобы ему доказать... Ну доказать трупу что ли? РА-9... Кто это РА-9? Зачем ты залез на чердак? Почему не убежал? Я не знал что делать... Впервые некому стал отдавать мне приказы... Я испугался... И спрятался... Когда ты стал испытывать эмоции? Он много раз меня бил... Я всегда молчал... Но однажды почувствовал это... Нечестно... Ощутил... Гнев... Ненависть... И тогда понял, что надо делать... Это всё... О, это чё он делал? Он самоуничтожается... Да держи ты его! Я... Я не могу! Его не удержишь! Довольно! Ты должен немедленно прекратить! Вот это поворот событий! Пятое ноября... Тридцать восьмого года... Двадцать два пятьдесят восемь... Ну судя по всему... Если автобус показывал... Значит это Кара... Кара-кара... Подъём! Конечная! Конечная? Да, вам надо выйти! Проснись! Нам пора! Да, вам пора! Без крыши! Без крыши над головой! Куда сейчас пойдут? Горис, а большой город, а никому ты там не нужен! А вы не подскажете, где можно переночевать? Я откуда знаю... Вам надо уйти... Нюх... 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 Я откуда... Я откуда-то нашу... Нюх... Нюх... все в порядке девочка замерзла так найти убежище на ночь идет малисы надо спешить с надо просканировать все участки ирина можно залечь некомфортно зато безопасно комфортно но можно попасться понадобятся деньги открыто круглосуточно здесь оставаться нельзя откроется не откроется до утра магазин закрыт тут тепло сейчас согреешься так это у нас прачечная значит нам здесь нужно будет комплект одежды значит нужно украсть одежду дождь а и Продолжение следует... Что ты делаешь? Это же чужое! Нам это нужно! Тебе надо согреться, а мне избавиться от униформы! Но это воровство! Так ведь нельзя! Прости, Алиса, но нам придётся! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, теперь нам нужно найти ночлег на ночь... Для этого нам понадобятся деньги... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Алиса, ты совсем замёрзла. Ничего, не так и холодно. Вы потерялись. Нам некуда идти. Я знаю, кто вам поможет. Но это на другом конце города. А нам нужно прямо сейчас. Идём, Алиса. Спасибо, что пользуетесь нашими услугами. О, магазин открыт. Давай-ка зайдём. Тебе надо согреться. Вам помочь? Я тут с ребёнком, нам некуда идти. Вы не дадите нам немного денег на ночлег? Слушайте, дамочка, у меня тут магазин, не армия спасения. Я не могу раздавать бабло всем бомжам в округе. И даже двух синих китов, которые выглядят совершенно как живые. В Киберлайп уже анонсировали открытие 11 таких зоопарков по всей стране. И гости всех подростов смогут своими глазами увидеть чудеса. Киберлайп уже анонсировали открытие 11 таких зоопарков по всей стране. Мне нужна твоя помощь. Видишь, вон те шестянки? Подойди и свали их на пол. Свалить на пол? Зачем? Алиса, сделай, как я прошу. Ударилась? Не больно? Не переживай. Сейчас. Ну, пошли. Чёрт! Теперь у нас есть деньги. Ты меня обманула, чтобы их украсть. Разве так можно?